Всем привет, добро пожаловать на мой канал, здесь мы говорим об уходе за кожей и обозреваем преимущественно аптечные и профессиональные бренды косметики. Если бы вы знали, насколько я очень сильно ждала съемку этого выпуска, потому что я столько всего протестировала, и мне очень хотелось поделиться своим отзывом на особенно некоторые потрясающие баночки, что я безумно ждала, когда я вам смогу об этом рассказать, поэтому сразу поставьте лайк этому видео и досмотрите до конца, потому что у меня будет много интересной и полезной для вас информации. Мы с вами на канале действительно обозреваем преимущественно аптечные бренды, под аптечными. Я, по крайней мере, понимаю дерматологические бренды, которые направлены на уход за чувствительной кожей, которые проходят различные клинические исследования, разработки, которые направлены на кожу с дерматозами в виде атопического дерматита, розации и так далее, то есть для особенной кожи. Они не всегда даже продаются в аптеках, и сейчас это такой вопрос, вопрос спорный, потому что много больших онлайн-площадок. Я подумала, почему бы нам с вами не заглянуть в корейскую косметику, о которой вы так часто меня спрашиваете, на предмет дерматологических условно-аптечных брендов. Я собирала информацию в своем телеграм-канале, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, и большое количество в ваших комментариях было о том, что все-таки взять на затест. Я задала задачу, что мы с вами найдем какие-то особенно популярные, интересные вам продукты для кожи с дерматозами, протестируем их на мне, и я поделюсь своим обзором. Конечно, это должны быть бренды с направленностью на дерматологический уход, что вы можете порекомендовать. Было около 300, наверное, комментариев, несколько дней их разбирала и как раз-таки выбрала, что наиболее интересно вам. Дальше моя задача была в том, чтобы найти, где все эти продукты сразу же заказать, обязательно оригинальные, потому что корейскую косметику очень любят подделывать, к сожалению, потому что она столь популярна, и я нашла. Это магазин Holy Shop, в котором я до этого как раз-таки делала несколько заказов, в том числе своего любимого тонального средства, об этом обязательно поговорим в конце выпуска, поэтому досматривайте до конца. Все прилетает из этого магазина очень быстрой доставкой, по крайней мере ко мне в Санкт-Петербург, у них есть офлайн-магазины, и, конечно же, есть онлайн-консультанты, которые помогут вам с выбором, если это необходимо. Все приходит вот в таких потрясающих розовых коробочках, которые безумно поднимают настроение. Внутри все потрясающе упаковано в кукурузный экологичный наполнитель, он растворяется, не загрязняя никак природу, что для многих из нас очень важно. И, конечно же, обязательно пробники в подарок в каждом заказе, по крайней мере, мне всегда приходили, что также делает заказ и получение этих продуктов очень приятным. И так как сегодняшний выпуск Holy Shop поддержали, и мы снимаем его в такой коллаборации, я рада вам сообщить, что у меня для вас есть промокод Косметист на 10% скидки на все, не суммируется с акциями и накопительной скидкой. Подробности будут в описании к этому ролику, и каждому продукту, о котором я сегодня расскажу, будет ссылочка также в описании, чтобы вы удобно и быстро могли его посмотреть на площадке. Но приступим уже, наконец-то, к обзору средств. У меня будут как положительные, так и не очень положительные отзывы, потому что я все тестировала лично на своей коже, хотя старалась подбирать максимально подходящие средства, но все, конечно же, индивидуально. Давайте я уже, наконец-таки, расскажу. И первый продукт – это бренд Dr. Surical, и их очень известная эссенция, крем-эссенция с камбучей. Я думаю, что вы ее прекрасно все знаете, у нее потрясающий необычный внешний вид, я вам обязательно подсниму, у нее двухфазная такая текстура, уже по количеству упаковки можете заметить, что это самый обожаемый мой продукт. Я каждый день использую ее после умывания два раза в день, не могу никак от нее отстать, потому что мне этот продукт безумно понравился, из всего, что я вам сегодня покажу, пожалуй, ну, самое наилучшее, что я прям рекомендую попробовать. Двухфазная эссенция, которая при взбалтывании как раз-таки приобретает однородную кремовую текстуру, она абсолютно водянистая, моментально впитывается в кожу, ее любят как обладатели проблемной кожи, так и все остальные. Что я могу о ней рассказать? Ну, во-первых, здесь помимо чая комбуча, который непосредственно главным ингредиентом выступает, есть еще экстракт зеленого чая, гиалуроновая кислота, пробиотики, которые я очень люблю, и экстракт инжира. На самом деле состав не огромный, он достаточно минималистичный, здесь нет этанола, нет отдушек, что тоже очень важно, запах лично для меня нейтральный, я его здесь никакой не ощущаю. Массивная стеклянная упаковка, очень толстое стекло, матовое, приятно держать в руках, вы откручиваете, наливаете небольшое количество в ладонь и, соответственно, чистую кожу после умывания наносите. Задача этой крем-эссенции в первую очередь восстановить недостаток водно-липидного баланса, то есть это и восстановление защитного барьера, это устранение обезвоженности, в ней есть как питательные, так и увлажняющие ингредиенты. Будет актуально для тех, кто использует какие-либо подсушивающие активы в уходе, как подложка под эти активы в том числе, так и для тех, кто просто испытывает сухость, обезвоженность кожи, неважно на терапии, либо без. Я, как человек с постоянной обезвоженностью, любитель различных эссенций, могу сказать, что это очень классная находка. Мне она так понравилась, что я переливала ее в тревел-флакончик пустой, и брала с собой в поездку, в которой у меня тоже было обострение розации, она меня в том числе спасала именно от сильной сухости и обезвоженности. То есть наполнить кожу, увлажнить, напитать в каком-то смысле, это ее основная задача. По обратной связи от тех, кто обладает комбинированной жирной склонной к высыпаниям кожи, говорят, что летом используют ее вместо крема, сразу под санскрин, и им достаточно комфортно. Но я бы обратила внимание именно тех, кто с сухой и обезвоженной кожей, не столь склонен к акне, потому что для тех, кому нужно дополнительное увлажнение, есть проблема акне, я покажу продукт дальше в этом выпуске. Ну и что касается самого бренда Dr. Circle, это бренд косметический, так он себя позиционируется, он создан дерматологами и направлен на решение конкретных проблем. У них есть линейки для кожи с акне, для кожи чувствительной, обезвоженной, сухой, в общем, многое и многое представлено, есть даже просто балансирующая линейка для восстановления микробиома, и вы как раз-таки про эту эссенцию больше всего, пожалуй, было запросов. Она действительно гремела, особенно в прошлом, в 2023 году, я сама на нее засматривалась, и вот как раз в тему этого выпуска я, конечно, не могла не протестировать. Я думаю, что это не последний мой флакончик, я буду ее повторять, потому что эссенция – это, в принципе, мой любимый формат, у меня постоянно обезвоженность, сейчас я еще начинаю курс системных ретиноидов, да, что очень удивительно, сама в шоке, загляните в телеграм, там я об этом на днях рассказала подробно. Так что эта вещь – абсолютный мастхэв, если вы любите хорошее увлажнение, вам его недостаточно, точно рекомендую. Расход здесь экономичный, мы берем в ладони, аппликативно наносим, действительно несколько капель буквально нужно. Многие из вас наверняка слышали о ламеллярных эмульсиях, и, возможно, даже тестировали средства на основе подобных формул. Дальше у меня будет три бренда, которые принадлежат одной фармкомпании, именно фармкомпании, то есть еще более аптечного, условно, бренда сложно будет найти, как раз-таки корейского производства. И они все абсолютно основаны именно на технологии ламеллярной эмульсии, и суть здесь заключается в том, что слоистая текстура ламеллярных эмульсий очень сходна с нашим роговым слоем, поэтому легко встраиваются молекулы в роговой слой, восстанавливают наш гидролипидный баланс, восстанавливают нашу кожу, поддерживают функцию защитного барьера. Это наиболее эффективный способ ухода за кожей, в том числе в качестве увлажняющего средства. Поэтому я решила протестировать все три их бренда и рассмотреть разные формы, разные текстуры, и сейчас подробно буду об этом рассказывать. Первый бренд — это Real Barrier. Я думаю, что также вы его прекрасно все слышали, видели, может быть, даже пробовали, и вообще интересно будет ваши отзывы на эти же продукты сегодня почитать в комментариях, потому что, конечно, у всех восприятие разное, и ваш опыт мне также интересен, как и, надеюсь, вам мой опыт. И, конечно, у Real Barrier я взяла в первую очередь на пробу их знаменитый крем. У них на самом деле много разных продуктов. Кто-то присылал мне интересные успокаивающие тоники, кто-то советовал мицеллярную воду, но я решила взять именно их такой насыщенный восстанавливающий крем. Вообще вся концепция этого бренда строится на восстановлении, поддержании защитного барьера кожи. Для человека с атопическим дерматитом это бесконечная важная история, потому что защитный барьер при атопичной коже поврежден всегда, и на совсем восстановить его невозможно, необходимо только поддерживать. На сайте в категории крема для лица от Real Barrier я нашла вот этот набор. Мне очень он приглянулся еще в тему того, что я как раз готовилась к поездке, и хотелось мне новые продукты взять с собой, но все в таком сжатом формате, потому что я летаю вечно с ручной кладью. Здесь у меня набор одинакового продукта, но в трех формах. Это полноразмерный вариант тубы Real Barrier крем, который называется Extreme крем. Это супервосстанавливающий, суперпитательный их знаменитый крем, как раз таки на ламеллярной эмульсе. Здесь 65 мл туба, есть еще он также бывает в банке. В общем, у него очень много разных форматов. И две миниатюры по 25 мл, которые как раз таки одну из них я возила с собой, тоже с этим же кремом, что очень удобно. Этот набор можно разделить, например, с подружками, можно взять для себя куда-то миниатюру, там в отпуск, поездку, путешествие, большим форматом пользоваться дома, что очень удобно, когда он в тубе. Здесь история уже не такая счастливая и замечательная, как у меня сложилась эссенция от Доктор Сьюрикл, потому что, к сожалению, данный крем моей коже не идеально подошел. Но давайте по порядку. Во-первых, здесь потрясающая насыщенная текстура. Очень я такое люблю, когда воссоздается прямо защитный барьер на коже, когда этот крем ощущаю, когда он суперпитательный, суперувлажняющий, потому что моя кожа в вечном состоянии обезвоженности, это сложно будет уже исправить. И, конечно, такой крем я бы в первую очередь рекомендовала именно для кожи очень сухой, себодефицитный, потому что для кожи с жирным блеском, ну, кому-то нравится такая плотная текстура, кому-то менее нравится. Состав, конечно же, потрясающий, потому что помимо самой формулы, видела миллиардные эмульсии, здесь очень много влагоудерживающих, восстанавливающих компонентов, здесь нет отдушек, что для меня очень важно. И сам крем вот даже ощущается таким вот восстанавливающим, заживляющим, регенерирующим, по-разному можно подбирать здесь синонимы. Ну, такой типичный, я бы даже сказала, типичный аптечный крем, чем-то похож на цикопласт бальза в какой-то части по ощущениям на коже. Но, к сожалению, при всех его потрясающих свойствах он хорошо увлажняет, воссоздает барьер, защищает от мороза очень хорошо. Что на моей коже вызывает покраснение в течение дня, раздражение. У меня кожа сразаться в ремиссии, конечно, он для нее не заявлен, но все-таки это про кожу очень чувствительную, с нарушенным защитным барьером. Но здесь, к сожалению, не сложилось. Я подозреваю, что лично для меня здесь триггером стало наличие мяты, а именно экстракта определенного вида мяты. И именно этот вид мяты содержит большое количество ментола. Ментол моя кожа совершенно не любит, и когда какие-то вещества преобразуются в ментол на моей коже, такое у меня тоже было с одним из продуктов, кстати, аптечным, я писала об этом в Телеграм, моя кожа очень раздражается и подобное не любит. Поэтому с этим знаменитым продуктом у меня не сложилось, но если ваша кожа менее реактивная, если вы ищете просто восстанавливающий такой плотный крем, то обратите внимание, возможно, вас это средство уже не разочарует. Схожий крем по текстуре с предыдущим, но уже более удачный и лично для меня, это, пожалуй, также один из самых известных вообще корейских брендов и корейских продуктов, это Атапалм. Атапалм это бренд, который вообще позиционируется и создавался, и создается, производится до сих пор именно для кожи особенно чувствительной, особенно сухой, с экземой и псориазом. То есть у них прям концепция строится вокруг особенной, чувствительной, раздраженной, поврежденной кожи. Конечно, от многих также блогеров, коллег, и не только, я слышала о чудодейственных свойствах этого крема. Опять же, на ламилярной эмульсии, у них запатентованная мультиламилярная технология, как и все продукты, которые мы сейчас будем с вами смотреть, это Атапалм и следующий бренд. И здесь действительно текстура очень похожа. Это непосредственно окклюзивный, воссоздающий такой барьер на коже крем. Он даже не столь легко распределяется по коже, безумно похож с Атапалм. И также есть нечто общее с Цикопласт Бальзамом, которым я очень люблю наносить как раз-таки вместо такого барьера на коже, для восстановления поврежденной кожи, как раз-таки, чтобы она быстрее регенерировалась. Здесь текстура, как я уже сказала, настолько плотная, что я ее наношу сначала, распределяю между ладоней, и далее вот так вот аппликативно, потому что если мы слоем будем вот так вот просто наносить, есть шанс переборщить и ощущать этот крем на коже, я думаю, это не всем понравится. Здесь действительно большое количество как раз-таки увлажняющих, питательных, я бы сказала, что огромное количество именно питательных ингредиентов, разных масел. Также есть мой любимый бета-глюкан, который выступает при биотикам. Масла в виде карите. Есть также сквалан, который очень важен для кожи с нарушенным защитным барьером. И нет отдушек, что, конечно же, для кожи с дерматозами на первом месте. И в отличие от Real Barrier, здесь у меня не случилось проблем с каким-то покраснением, раздражением, реакцией. Я до сих пор так и пользуюсь им как основным продуктом. Мне очень нравится здесь упаковка, она достаточно минималистичная, приятная. Но так как расход у него небольшой, то и правда такой, конечно, баночки 65 мл, но я не знаю, месяца на 3, пожалуй, точно хватит. Опять же, рекомендую для истинно сухой кожи. Либо, если вы такие текстуры признаете, у вас кожа, как у меня, например, комбинированная, но вы не против такой насыщенной плотной текстуры. Я перекрывала им ретинол, пока использовала, точнее, комбинацию с ретинальдегидом продукта. И далее буду использовать сейчас как базовый крем, особенно в вечернем уходе. Я люблю это делать, потому что моя кожа уже все-таки готовится к тому, чтобы быть особенно сухой. Уже, я думаю, из комбинированного типа я перейду временно в сухой из-за побочек от препарата. По поводу увлажнения питания у меня к нему абсолютно нет вопросов. По переносимости тоже. Но какого-то именно успокаивающего действия я от него не заметила, не получила. И, в принципе, он не особо заявлен как прям истинно успокаивающий. То есть, если на вашей коже есть покраснения, и они связаны, например, с внутренним воспалением на фоне розации, то успокаивающего здесь эффекта не ждите. Я как-то немножко привознесла его в своих таких фантазиях до того, как попробовала, потому что о нем так много говорят хвалебных отзывов, что я все-таки рассчитывала, что он какой-то супер невероятно успокаивающий будет. Но да, он восстанавливает, он увлажняет, он питает кожу, особенно зимой. Это потрясающая находка. Но не ждите какого-то супер успокаивающего эффекта. По крайней мере, на себе я этого не заметила. Если ваша кожа раздражена вследствие сухости, да, конечно, то устраняя сухость, мы будем устранять и покраснение. Но если это другая теология, то скорее нет, чем да. От ухода за лицом мы плавно передвигаемся с вами к уходу за телом. Для меня это экстра важно, еще важнее иногда, чем уход за лицом, потому что у меня атопический дерматит в ремиссии. Я об этом постоянно вам напоминаю. И для меня нанесение эмалента – это прям ритуал, как вот почистить зубы, как вообще поесть. Поэтому для меня уход за кожей тела действительно имеет очень большое значение. Я знаю, что для многих из вас тоже. И вообще бренд, с которым я настолько сильно хотела познакомиться, что вообще вот эта вся идея выпуска ко мне и пришла – это бренд Derma Bee, который также принадлежит той самой фармкомпании. Неофарм, она называется корейской фармкомпанией, которая принадлежит Atapalm и Real Barrier. Все также на технологии мультиламиллиардной эмульсии. Все также средства максимально родственны к нашему роговому слою по формуле. Ее восстанавливают, его точнее поддерживают и хорошо увлажняют нашу кожу. У них на самом деле потрясающий огромный ассортимент. Разные текстуры, средства с отдушкой, без отдушкой, средства с церамидами, без церамидов. Я пока что пробовала два продукта. Один из них абсолютно пустая банка. Вот я сегодня выскребала в день съемки последние капли. Решила взять две разных текстуры из разных линеек, чтобы мы с вами могли рассмотреть, чем они принципиально отличаются. Давайте начнем с лосьона, который у меня закончился. Он абсолютно без отдушек. Я сразу взяла версию именно Fragrance Free. Здесь у меня удобный такой флакончик с дозатором как раз-таки в большом приятном таком объеме. Мне это, правда, хватает на 2-3 недели, потому что эмолент наносится после каждого контакта с водой на все тело очень обильно. Но, тем не менее, я успела распробовать. Первое, что для меня является критерием хорошего эмолента, хорошего увлажняющего продукта для тела, это то, что пока я им пользовалась, у меня вообще не было шелушений. А сейчас это пятеный сезон, перепады температур, сухость воздуха, как бы я не поддерживала это дело увлажнителем. Но, тем не менее, у меня даже с хорошими проверенными эмолентами может шелушиться кожа зимой. С ним вообще не было шелушений. Более того, текстура, на мой взгляд, такая достаточно универсальная. Это не лосьон, к привычному нашему пониманию, жидкий, водянистый совсем, который в ноль исчезает сразу на коже. Это, скорее, даже крем. Я вам обязательно здесь покажу сводчи, подсниму, чтобы вы немножко представляли себе эту текстуру. Я бы назвала это даже кремовым продуктом, но просто может быть более облегченным, нежели там бальзам или какой-то суперпитательный насыщенный крем. Позиционируется он специально для кожи с зудом, покраснениями, нарушенным защитным барьером, очень сильной сухостью и чувствительностью. Это прямо на нем даже написано на русифицированной упаковке, в которую он непосредственно приходит. Как я уже сказала, нет отдушек. Из активных компонентов их очень здесь много, но то, что я бы отметила, это масло карите, которое мы часто встречаем в эмолентах. Это триглицериды, конечно же, очень важно. Масло, виноградные косточки, очень люблю. В средствах для атопиках оно прекрасно работает. Это глицин и сои, это пантенол, алантаин, экстракт арники. Кстати, потрясающее, такое противовоспалительное, успокаивающее средство. И, конечно же, здесь нет этанола, красителей, что тоже очень важно, и само средство на ламеллярной эмульсии. В сухую кожу впитывается очень быстро, не оставляет ощутимой какой-то маски слоя жирного на коже, какого-то блеска, но, тем не менее, вы ощущаете, что она бархатистая, что она очень хорошо увлажнена, очень мягкая, длительно как раз-таки не ощущается никакой сухости до следующего контакта с водой. Очень приятный лосьон для тела, вот прям версия именно без отдушек, я очень рекомендую, не только атопиком. Вообще, в принципе, если вам нужно хорошее увлажнение, у вас достаточно сухая кожа на любой вообще сезон, мне кажется, прекрасная вещь, то, что комфортно, удобно использовать. Цена, кстати, вполне адекватная, и даже дешевле многих аптечных, привычных нам с вами эмолентов от французских, например, брендов. Вообще, у Dermabee, что мне понравилось, когда я начала выбирать себе эти средства, по составу, если не знать, что это за бренд, вообще из какой-то категории, то, честно говоря, составы некоторых продуктов максимально напоминают типичные аптечные французские бренды. Вот по составу абсолютно сложно будет это как-то отличить, что это что-то особенное, и особенно как раз-таки хотела бы отметить следующий крем именно в плане вот состава схожего с эмолентами, привычными нам. В качестве альтернативы, как очень плотной текстуры, я обычно как раз подобные и выбираю, потому что легкие водянистые лосьоны для меня обычно не увлажняющие, особенно в зимний период, но предыдущие большое исключение из-за своей текстуры и состава. Я взяла очень питательный, прям плотненький, жирненький в каком-то смысле крем Dermabee с гаммы Cera MD, это как раз-таки гаммы с церамидами. И здесь по составу, и особенно, что важно, тактильно по финишу, это мне безумно напомнило с одного нанесения, классический крем CeraVe в синей-белой банке, который мы очень любили, кто-то использовал даже на лицо его для особенно сухой кожи, только здесь еще более приятная кремообразная текстура. Здесь, конечно же, есть церамиды, здесь есть фитостеролы, пантенол, множество питательных увлажняющих компонентов, масло корите, конечно же, как основа, без него никуда нет отдушек и тонуло красителей, и все это в ламеллярной, конечно же, эмульсии, что очень также важно, в том числе для особенно сухочувствительной кожи, и что достаточно эффективно. На самом деле здесь действительно крем, даже не столь легко распределяющийся по коже, как, например, предыдущий лосьон, я бы его рекомендовала, если у вас особенно сухие участки, либо у вас вся кожа тела экстремально сухая, вам никакие облегченные текстуры не нужны, вы любите прям действительно такую окклюзию, очень что-то питательное, очень насыщенное, маслянистое в какой-то степени, но в хорошем смысле. У меня здесь буквально на донышке тоже уже осталось, я сначала начала затест с него, потом попробовала уже лосьон, но лосьон как-то быстрее у меня улетел, может быть, из-за своей текстуры. Здесь на самом деле действительно распределяется он чуть сложнее, чем лосьон, но если у вас очень сухая кожа, то впитываться он будет вообще без каких-либо проблем. Банка здесь достаточно большая, очень приятная по объему, 430 здесь миллилитров, и цена, на мой взгляд, за такой состав, и эту текстуру тоже достаточно приемлемая. Вообще, Dermabee меня покорили этими продуктами, я хочу попробовать у них и санскрин, я хочу попробовать и более легкую версию с церамидами, очищающее средство из этой гаммы с церамидами. В общем, посоветуйте, что пробовали у этого бренда, что у них стоит еще взять для тела, потому что на самом деле рабочее, но приятное по текстуре для тела, не так просто найти. У меня еще целый критерий всегда к этим средствам, чтобы они меня полностью устраивали, и это большая редкость. Так что к уходу за телом у меня здесь даже нет вопросов, не к чему придраться, и даже ценовая политика вполне себе приятная. Следующий продукт, который я успела попробовать, также в топе продуктов по уходу за чувствительной кожей, у тех, кто использует Atopalm, я часто его вижу, у тех, у кого даже просто проблемная кожа, им необходимо дополнительное увлажнение, я тоже его очень часто вижу. Это PENKA NYUL, это бренд, который также создавался вообще для ухода за особенно чувствительной кожей, для того, чтобы использовать в клинике, которая принадлежит создателю, как раз-таки после, точнее для восстановления после процедур, каких-то вмешательств, косметологического ухода и так далее, и у них, что интересно, достаточно минималистичные составы. Вообще, на самом деле, корейская косметика очень разная, если вы судите ее по какому-то одному бренду, рекомендую пересмотреть, потому что есть как особо интересные, с новыми разработками, с минималистичными формулами для особо чувствительной кожи, так и менее прекрасные по качеству, например, там Елизавета, например, Фармстей, то есть такого бюджетного сегмента, которые не могут особо похвастаться супер какими-то инновационными интересными формулами. Поэтому я надеюсь, что данный выпуск, может быть, как-то расширит ваш горизонт, и, может быть, что-то интересное вы для себя в том числе присмотрите. Для меня точно много открытий случилось. Не то, чтобы я планирую переходить на этот сегмент, но то, что я еще больше увидела интересных продуктов, это факт. И здесь я взяла знаменитый у них продукт, достаточно универсальный, и многие его как раз-таки любят. Это эссенция тонер. Проще говоря, это такой тонер, который чуть более гуще, чем вода. Проще объясню для зрителей моего канала. Это безумно похожая текстура на эссенцию Свар, которую я вам постоянно показываю. Более того, тактильно на коже, по своим свойствам в том числе, это все так же похожий продукт. Здесь, как я уже сказала, очень крошечный состав. Нет этанола, нет отдушек, нет красителей. И центральный компонент, который вообще стоит на первом месте, это экстракт корня астрогала. Астрогал обладает увлажняющими свойствами, противовоспалительными, поэтому он здесь прямо на первом месте как раз-таки в этом тонере. Наносим аппликативно, наливаем небольшое количество в ладонь и переносим на кожу после умывания. Дальше вы можете нанести сыворотку, либо уже сразу ваш увлажняющий крем. Задача увлажнять кожу, не раздражать ее, и в какой-то степени даже оказывать противовоспалительное действие. То есть просто, хорошо, минималистично, что очень важно для нас, обладателей особенно чувствительной кожи. Мне он понравился, он очень мне напомнил мой большой фаворит от Свар, поэтому если вы хотели попробовать что-то подобное, или вы вообще рассматривали этот продукт, но не были уверены, насколько он для чувствительной кожи актуален, то присмотритесь. Мне кажется, что его также большая заслуга, что он доступен в продаже по 100 мл, как у меня флакончик. Это то, что можно взять на пробу, но из-за того, что расход минимальный абсолютно у эссенции, вам его хватит на много-много месяцев, что, конечно же, не может не радовать, плюс объем, который можно взять даже с собой в любое путешествие. Поэтому, если вы рассматривали его, либо ищете что-то базовое для доп. увлажнения абсолютно любого типа кожи, даже если вы склонны к акне, то я считаю, что этот продукт никак не может навредить, забить поры и так далее, потому что он абсолютно минималистичный, и ничего лишнего в нем нет. На этом по части ухода у меня для вас все, но важная информация для тех, кто очень часто спрашивает про мой любимый тональный, и если вы подписаны на мой канал не первый день, то вы знаете, что это средство я использую последние два года, и очередной тюбик я как раз купила в декабре у Holy Shop на сайте, и это потрясающий BB крем от DR Klairs. Я все свои выпуски последние, не знаю, полтора года, и сейчас в том числе, снимаю именно в нем, хотя обычно для видеосвета, для съемки нужен более плотный тональный, но этот справляется, на мой взгляд, прекрасно, он маскирует даже мои покраснения, он не раздражает мою кожу, даже когда я использовала его по строению и розации, что очень важно. У него один оттенок, но это самый идеальный оттенок тонального, который у меня когда-либо был, а мне вечно сложно его подобрать. Вообще он не нуждается особо в представлении, потому что вы меня лишь в Телеграме постоянно спрашиваете просто, где его купить, где его купить, и как раз-таки ссылка будет в описании к этому ролику. У Holy Shop на него очень приятная цена, плюс моя скидка также будет работать, что не может не радовать. Он очень экономичный, хотите наносите спонжем, кистью, чем угодно абсолютно, он прекрасен, светлая кожа, с таким розоватым подтоном, прекрасно подходит, сливается, вообще никак не забивает ни поры, не раздражает, финиш сияющий, такой естественный, можно дополнить минеральной матирующей пудрой, если это критично в Т-зоне. В общем, ну что здесь говорить, все, кто подписан на не первый день, знают, что я его безумно обожаю, и действительно, сколько бы тональных я других после этого не пробовала, ничего так не задерживается, как этот третий уже тюбик по счету я купила, он очень экономичный, где-то на месяцев 6-7 не его хватает, при том, что я, ну, практически каждый день его точно использую. На этом у меня все по части корейского ухода, который я хотела бы вам показать и рассказать. Пишите в комментариях, к чему стоит присмотреться, обязательно воспользуйтесь промокодом, он действует до конца марта, то есть ограниченное количество времени. Приятных вам покупок, и надеюсь, видео было полезным и интересным. Пишите свою обратную связь, ставьте лайки, а мы увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok